Продолжаем встречать доброе утро вместе с Екатериной Назаровой и я со мной с Данилом Саламат. И я, да, хотел сказать. Мы сегодня говорим о полезной пище и празднуем день салатов, поэтому рассказываем вам как можно больше про них. Да, салат является легкой пищей и легко усваивается в желудке. А еще содержит питательные вещества и витамины. О том, какие фрукты и овощи нужно кушать и в каком количестве, расскажет наш гость Алексей Зольников, врач семейной медицины, диетолог и нутрицолог. Алексей Олегович, доброе утро. Доброе утро. Ну вот все знают про овощи, что они полезны, что их можно, нужно есть, да. А вот вообще существует какая-то норма или можно ли переесть овощей, что они будут вредны? Очень трудно переесть, особенно если пережевать тщательно пищу. Но вообще условная норма это 300 грамм, 300 грамм порция. И овощи, конечно, лучше есть вечером, фрукты лучше есть с утра. А почему так? Потому что во фруктах содержится глюкоза, которая, так сказать, может не усваиваться. По вечерам, то есть и организм просто-напросто будет, ну, либо набирать вес, либо страдать, будут обменные процессы. Я, кстати, не знал такого, что фрукты нельзя... Нет, это действительно... Причем фрукты нужно есть перед едой, перед едой, а не после, потому что иначе будет брожение процесс. Это будет затруднять процесс пищеварения и здоровье в целом. Я еще даже слышала, что я вот очень сильно люблю зеленые яблоки, и особенно зеленые яблоки говорят, что нельзя есть вечером. Нельзя вообще есть фрукты. Потому что откладывается не туда, не длительный бочек. Да, нельзя вообще есть фрукты, потому что люди полнеют не за счет жира, не за счет еды, а за счет именно глюкозы, за счет избытка углеводов. Ну, а как следствие, просто из-за неправильного питания. То есть просто неправильно комбинируют фрукты, овощи. Совершенно верно, и даже овощи не все можно сочетать. Например, помидоры и огурцы вместе есть нельзя. Почему это происходит? Так, подождите, у меня сегодня просто день открытия. Представляешь, помидоры и огурцы – салат, который мы всегда есть, нельзя. Потому что помидоры – это продукт кислый, там содержатся ферменты, которые разрушают щелочную краску. И огурцы – это продукт больше щелочной, их лучше есть по отдельности. Вообще лучше смотреть по таблице, какая краска у продукта, либо кислотная, либо щелочная. А есть какая-то таблица? Есть специальный набор, да, какой продукт, к чему относятся, к какой группе. И сколько там процентов чего. То есть насколько они слабо-щелочные, сильно-щелочные продукты. Но это все в открытом доступе. Это в открытом доступе. Что нужно ввести? Просто таблица щелочных продуктов. Да, да, то есть лучше есть щелочные продукты. То есть щелочная пища должна быть 70%, ну хотя бы 50%, но не меньше 50%, чтобы было нормальное здоровье. Кажется, у меня на холодильнике вместе с таблицей неправильных глаголов будет еще таблица неправильного питания. Да, да, да. Неправильного, да. Хорошо. Очень полезно есть зелень. Именно не салаты как таковые, а зелень. Потому что зелень содержит фермент. Петрушка, кинза. Петрушка, кинза, рукола, укроп. Вот это все. Это содержит ферменты. Это содержит магний, который является очень важным микроэлементом, дающим расслабление организму, дающим организму нормальную работу сердца и мозга. Кроме того, там есть клетчатка в зелени, которая тоже способствует пищеварению и улучшает здоровье. То есть зелень вообще очень полезная. Лучше съедать, если не принимать дополнительные нутриенты, дополнительные нутрицептики, то лучше не меньше 200-300 грамм зелени съедать. И ничего страшного нет. У некоторых говорят, что вот я что, там корова или кто, чтобы это самое есть. Ничего страшного. И лучше подавать вместе. Если едите мясо или какой-то белок животным, обязательно нужно очень много зелени. Вот берите пример сабхасов, сгрузинов, которые маленький кусочек мяса и большой тазик зелени. А не наоборот, как у нас принято. А не наоборот, как у нас принято. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть вот это все очень важно. Очень важно поддерживать свое здоровье. Очень важно соблюдать режим. Очень важно дробно питаться с небольшими порциями, чтобы не перегружать поджелудочную железу, не перегружать, кстати, желудок. Но вот как все-таки быть людям, которые привыкли миксовать? Вот действительно привычное представление о том, что салат, это вот когда много всего нарублено, все смешано. То есть я так понимаю, что помидоры... Тогда нужно просто-напросто принимать растительные ферменты дополнительно. Но это отдельная уже тема. То есть растительные ферменты, практически их в оптичной сети нет. То есть это через эко-маркеты здоровья продается. То есть именно растительные ферменты, они способствуют усвоению пищи. То есть что такое ферменты? Это строители, которые помогают полезным веществам донести до организма. Если у нас будет много материала, они будут строительные, мы дом не построим. То же самое с пищей. Мы пищу будем съедать без ферментов, она у нас будет балластом оставаться в организме. Она у нас будет мешать нам просто жить и будет зашлаковывать организм. Это именно какие-то таблетки, препараты? Это таблетки, которые сделаны из растений. Например, есть такие таблетки папайя, которые делаются из фрукта папайя. А там содержится фермент раститель папаин, который хорошо расщепляет белок. То есть вот один из примеров. А есть те, которые расщепляют не белок, а углеводы? Есть, есть, есть. Это комплексные ферменты, которые тоже есть в эко-маркетах. Например, вот я пользуюсь таким ферментом, как ассимилятор, то есть дикистейбл. То есть это растительные ферменты, которые очень сильно, очень хорошо расщепляют продукты. Вот безопасно. Они под желудочную железу помогают. Животные ферменты, они отправляются в желудочную железу в кому. То есть они мешают нормально перевариваться. И организм привыкает, то есть это, по сути, телозависимость. В данном случае зависимость никакой нет. И очень полезно, вот если какие-то вот миксы, если какие-то нарушения питания, очень полезна именно вода, правильная вода и ферменты. То есть это очень большое дело. И еще углеводное питание тоже мешает жить. То есть побольше белков, побольше полезных жиров омега-3. И поменьше, как сказать, углеводов, особенно простых углеводов. То есть это сахар, это сахаросодержащий продукт, это хлебобулочные изделия, это дрожжевой хлеб. Это все, что мешает организму, все, что дает грибковую флору. Грибковая флора – это первый шаг к онкологии. То есть это очень серьезные вещи, но многие об этом просто не знают. Да, кстати, мы заметили, что у вас вода непростая. Вы со своим сегодня. Да, да. То есть это комбинация для приготовления воды, которая помогает организму сохранить энергию. То есть это энергосберегающая вода. Здесь композиция, минеральная композиция, здесь более 60 минералов различных. И эта вода, она не вызывает отеков. То есть ее можно пить в больших количествах, потому что она имеет другую немножко структуру. То есть она… Я всегда думал, что самая вкусная вода – это из-под крана. А оказывается, еще можно приготовить воду. Из-под крана вода техническая. Вот сейчас. Да. И оказывается, у нее еще может быть совершенно другой вкус. Это может быть полезно. Она правда вкусная, она другого вкуса. Она другого вкуса, просто другого вкуса. Она вкусная, ее хочется пить. Ее хочется пить. Ну что, спасибо большое вам, Алексей Ильич. Было познавательно для меня. Это уж точно Катя какие-то лайфхаки знала, а я-то прям, ну вот теперь даже не знаю. Так я не просто так начала идти. Придется заняться новым питанием. Я желаю всем поддерживать свое здоровье, правильно питаться, соблюдать ежедневно самодисциплину. Будьте здоровы. Спасибо. Большое спасибо, Алексей Олегович. Напоминаем, что у нас в студии был Алексей Зольников, врач семейной медицины, диетолог и нутрициолог. Ну, а мы продолжаем. Далее рубрика «День». Дети говорят, мы спросили у дошколят, из чего же их, по мнению, должен состоять вкусный салат. Вот сейчас мнение Алексея Олеговича и наших маленьких зрителей сравним.